Кстати, если их потрясти, как будто песок перемешивается. Вот, посмотрите. И всё в хаотичном порядке ссыпается. Не вот так ровно, а вот так. Всем привет! Сегодня будет у меня тренировка пайки. Не так давно я распаковывал этот китнобор, и один из зрителей угадал, что это. Это будут песочные часы. Китнобор не такой тяжёлый. И как раз подойдёт для тех, кто начинает заниматься радиоэлектроникой, хочет научиться паять. Смотрим, что внутри пакета. Давайте разберём быстренько, что здесь есть. И у нас присутствуют две платы. Одна будет со светодиодами, другая с микросхемами. Пучу резисторов. Но, как я и сказал вначале, это будет тренировка пайки. Ничего сложного здесь нет, так как резисторы у нас... 99% резисторов – это одного номинала, и всего лишь один – это другого. Микросхемки. Потом шины идут, чтобы соединить две наши платы. Кнопочка. Два типа конденсаторов. Ну, как всегда, они присутствуют везде, и по одной штуке их всего лишь. Но один из самых главных компонентов – это вот такой датчик, типа гироскопа. Он отвечает за включение часов. То есть, перевернули в одно положение, включилось, так перевернули в другое. Внутри, скорее всего, присутствует шарик, и он у нас контролирует работу часов. 104-й подстроечный резистор и три микросхемки. Также у нас 30 светодиодов. По традиции, начну пайку с резисторов. У нас получается на 3,3 кОм 32 штуки, и один на 1 мегаом. То есть, везде, где присутствуют резисторы, здесь и 3,3, а 1 мегаом вот в этой части появится. Хотя я заметил, на плате есть 2,2, или это ошибка. Ну, в общем, всё равно выбора нету. Будем сюда ставить 3,3. Для верности, конечно, проверим номинал. Вдруг что ошиблись. И здесь у нас получается почти один. Ну, а эта пачка тоже почти 3,3. 3,23. Сейчас устанавливаю, припаиваю. Всё это будет в быстром режиме. Ну, а потом продолжим. Резисторы все на месте. И теперь будем паяльником пробираться сквозь кучу ног вот этих. В общем, начинаем паять. Данную плату можно припаять и без флюса, так как у меня припой с флюсом. Но всё равно нанесу для удобства. Данная плату Данная плату Данная плату Данная плату Данная плату Данная плату Все резисторы припаяны, но вот тут получилась такая картина. Некоторые провисли. Сейчас я их поправлю, откушу выводы и продолжу. Следующим шагом будет установка микросхем. Две из них одинаковые. Это 4015. Ну, а одна будет 4069. Микросхем устанавливаем по ключу. На данной микросхеме он выполнен вот так. Ну, а на самой плате это вот такая выемка полукругом. Для удобства при установке советую чуть-чуть подогнуть контакты. Вместе с микросхемой припаяю и два конденсатора. Один из них у нас такого плана, который имеет полярность. Это плюс и минус. Плюс это длинный вывод, короткий минус. На плате все подписано. Либо вот эта часть заштрихованная белая. И на конденсаторе тоже самое есть белая полоска. Ну, а второй кондер под номером 222 не имеет полярности и устанавливается без разницы как. Можно паять каждую микросхему по отдельности, но мне хочется собрать побыстрее, не возиться с каждой. И я просто переверну и у каждой микросхемки загну по одному выводу. И она будет держаться на плате. Всё, теперь ничего не выпадает. Сейчас запаяю один вывод и микросхему приподниму снизу, чтобы она лежала плотно к плате. Продолжение следует... Следующим шагом будет припайка от датчика положения. У нас получается из середины выходит толстый вывод и тоненький сбоку. Тоненький у нас будет припаиваться вот к этой точке. Но, соответственно, толстый вот сюда. И плюс ещё данный датчик будет лежать на плате. Вот так это всё выглядит. Сейчас откусываю выводы и припаиваю вот сюда эти шины. Четыре штуки. Вот раз, два, три, четыре. Зафиксирую у каждой шины по одному выводу и уже буду дальше пропаивать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин субтитров А.Семкин Ну и завершающий этап на этой плате это припайка подстроечного резистора и кнопки. У резистора три ноги. Тут не ошибётесь. Ну а на кнопке, вот видите, сверху посередине выемка есть. И на плате также вот. Вот этот квадратик. Под буквой W. Всё готово. И теперь осталось припаивать 30 светодиодов вот сюда. Кстати, слышно шарик этот. Светодиоды имеют два вывода. Это длинный и короткий. Длинный – это плюс. Короткий – минус. На плате у нас не обозначено. Получается, у нас длинный вывод идёт в квадратный контакт, а короткий – в круглый. Либо на самом светодиоде. Есть. Сейчас попробую показать. В общем, здесь есть плоский срез. Ну и, соответственно, на плате вот здесь он показан. Всё на своём месте. Сейчас я чем-нибудь накрываю, переворачиваю и буду паять. Сначала прихвачу у каждого светодиода по одной ножке, выровняю, а потом уже до конца запаяю. Субтитры подогнал «Симон» Ну вот, все светодиоды прихвачены. Тут немножко неровно. И сейчас начну каждый выравнивать. Субтитры подогнал «Симон» И на этом этапе можно уже откусить выводы, чтобы было удобнее паять. Готово. И теперь всё пропаиваю. Включительный этап пайки на этой плате – это контакты, чтобы соединиться с шиной. Их также 4 штуки. Устанавливаем и пропаиваем. КОНЕЦ Ну что, готово. Сейчас всё соединяем и будем проверять. Забыл сказать, что данное устройство питается от 4 до 5 вольт. И здесь у нас есть плюс-минус контакты. Сейчас два провода припаиваем и проверяем. На блок питания 4,5 вольта выставил. Провода припаяны. И теперь соединим эти две части. Здесь у нас показано «Б» и «А». Ну и, соответственно, на второй плате также «Б» и «А». Всё готово. И подаём питание. Включаем кнопочку. Поправил провода. И теперь покажу вам. Включаем. И начинает песочек у нас светодиодно иссыпаться. Подстроечным резистором, скорее всего, будем регулировать скорость. Ну да, видите, стало совсем медленно. Время потом можно будет засечь. Либо, если собирали такое, пишите, пожалуйста, в комментариях, на каком положении, сколько секунд, сколько минут капают наши часики. По часовой стрелке это самое быстрое. Против часовой – это самое медленное. Вот, видите, сейчас быстро. Ну что, кит рабочий. Спасибо магазину IC Station. Я его рекомендовал и буду вам рекомендовать. Так как на нём собрана вся электроника, не надо искать кучу продавцов на Алиэкспресс. Здесь всё в одном месте. Ссылки я оставлю в описании все, на магазины, на данный товар. В общем, всё будет в описании. Проходим, смотрим. Ну а я с вами прощаюсь. Желаю всем удачи. Обязательно подписывайтесь на канал. Обязательно оставляйте комментарии, понравилась вам эта сборка или нет. Также поддерживайте лайками. Не забывайте про группу ВКонтакте. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!